привет друзья вы находитесь на канале строительного бюро планка я алексей и сегодня мы находимся в гостях у наших заказчиков на объекте борисовские пруды объект был сдан примерно год назад и мы решили навестить их и заодно снять для вас интересное видео погнали сейчас мы находимся в кухне-гостиной это пожалуй центральное место во всей квартире квартира общей площадью 100 квадратных метров по дизайн проекту ивана коваленко сразу хочу остановиться на том что у нас здесь сделана подсветка цоколя и если вы хотите чтобы у вас также красиво был подсвечен цоколь вашей мебели то об этом нужно позаботиться заранее потому что для этого нужны электрические выводы 1 и нужно расположить где-то трансформаторы 2 далее смотрите у нас располагается здесь вытяжка над островом при этом видите то что нету каких-то дополнительных аппендицитов которые скрывают у нас подводку вентиляционных труб к этой вытяжки это удалось сделать за счет того что мы в целом занизили весь потолок в зоне кухни помимо этого мы спрятали здесь вентканал от принудительной вентиляции которая у нас расходится по всей квартире но для того чтобы везде не опускать по всей квартире потолок на большое количество сантиметров потолки были решены вот таким вот образом некими опусками зонально то есть есть места где у нас практически уходит в ноль и мы эти места вообще штукатурили и есть места которые опущены на нужное количество сантиметров и скрывают уже вентканал помимо этого хочу сделать акцент на вот этой стенке это керамогранит который обратите внимание сделан заподлицо с покраской для того чтобы реализовать такое решение необходимо изначально на этапе штукатурки знать толщину керамогранита и проект должен быть утвержден до 100 сантиметров также хочу сделать акцент еще на вот этих шторных нишах тоже обратить внимание нет никаких дополнительных аппендицитов нету никаких дополнительных карнизов все спрятано наверху за счет вот таких вот опусков потолка и подъемов потолка в нужных местах давай двигаться дальше здесь у нас непростой шкаф прям пару секунд о нем в нем мы спрятали электрический щиток и слаботочный щит сейчас туда уже заглядывать не будем потому что там находятся личные вещи наших заказчиков но мы всегда во всех проектах стараемся делать щиты в удобном месте для эксплуатации но при этом не на виду чего и вам советую так здесь у нас коридор входная дверь и вход в гостевой санузел гостевой санузел получился вот такой маленький вытянутый так как это дом с монолитными стенами от застройщика которые нельзя было сносить то дизайнер уже оперировал как говорится тем что имел но при этом на мой взгляд все основные задачи были решены здесь есть и унитаз здесь есть небольшая раковинка которой можно пользоваться и также достаточно вместительная душевая кабина изначально по проекту душевой лоток располагался с противоположной стороны но мы предложили перенести его вот сюда тем самым мы отыграли пару сантиметров от высоты поддона напоминаю что чем ближе лоток располагается у нас к стояку канализация стоя канализации у нас расположен вот здесь тем соответственно ниже будет ваш подиум вот а это зачастую критично то есть здесь он и так достаточно высокий вот но за счет того что мы перенесли на метр правее это и ближе к стояку нам получилось реализовать эту задачу здесь у нас располагается ревизионный люк через который осуществляется доступ к узлу водоподготовки который уже обслуживает данный санузел пойдем дальше это у нас коридор главный акцент в этом коридоре сделан вот на этом углу и его дизайнер решил оформить вот такими гипсовыми панелями также подсветив их с помощью ниши здесь у нас спрятана дверь эта дверь пенал которая отделяет приватную зону от зоны кухни-гостиной тут у нас три дверки расположены и хочу пару слов сказать вот об этой за этой двери у нас располагается гардеробная и по тех заданию и по пожеланию заказчика здесь должна была быть достаточно вместительная и крупная дверь для того чтобы можно было занести туда что-то габаритное но так как у нас достаточно узкий коридор то вот было принято совместное решение о вот такой двери гармошки который открывается таким интересным образом при этом не занимает много места при открывании в общем интересное решение берите на вооружение так еще хочу рассказать пару слов о напольном покрытии тут такой красивый у нас пол это инженерная доска верхний слой это шпон дуба такого приятного кофейного цвета и разумеется как во всех проектов вставал вопрос с дверными упорами представляете у нас здесь проходная часть проходная зона видовое такое место если бы здесь располагался стандартный дверной упор наверное это портило бы общий вид коридора поэтому решение было установить вот такие магнитные упоры то есть главная часть основная она засверливается непосредственно в пол ответная часть засверливается в дверное полотно и когда дверное полотно заходит на ось вот этого стопора стопор срабатывает и тем самым дверка держится здесь этого вполне достаточно для того чтобы она не откатывалась вот так так это мастер санузел здесь все в общем-то достаточно стандартно две раковины смеситель и обратите внимание что зеркало она сделана полностью интегрировано заподлицо с плиткой это тоже важно учесть на этапе облицовки плитки на этапе проектирования на этапе заказа зеркал ну а в целом здесь все по стандарту ванна стеклянная перегородочка защитная и вот такой пенал который был аккуратно интегрированным мебельщиками заподлицо с вентиляционным коробом от которого мы не могли никуда деться здесь у нас постирочная такое бытовое помещение стиральная машина сушильная машина здесь располагаются люки ревизии для вентиляционной установки а вот за этим шкафом за фасадами расположен второй коллекторный узел который уже обеспечивает подготовленной водой как постирочную так и мастер санузел так и кухню то есть через стенку мы запитали по канализации и по водоснабжению нашу кухню отсюда начали дальше это мастер спальня как видите здесь тоже интересный потолок с такими нишами здесь же у нас располагаются опять гипсовые такие 3d панели зеркало которое интегрировано в них очень важно было учесть при заказе зеркала высоту плинтуса для того чтобы все влезло и уместилось и не было большого зазора вот поэтому лучше чтобы на этапе перед заказом и монтажом как панелей так и зеркал был образец плинтуса чтобы все четко соответственно попала в нужный размер шкаф интегрирован в нишу вот такого приятного оттенка у нас такого сине-серого черничного акцентная стена в изголовье кровати и обратите внимание то что радиаторы у нас располагаются за вот такими декоративными решетками радиаторы биметаллические здесь стояковая система отопления изначально по проекту дома от застройщика мы стояки разумеется сохранили но переварили их установили более современные качественные радиаторы рефар монолит и после этого подшили гипсокартонными конструкциями сделали при этом хорошую ревизию за счет вот таких вот декоративных решеток и пошли в детскую это пожалуй одно из самых моих любимых помещений здесь помимо того что оно такое мимимишное но еще очень сильно похоже на визуализацию то есть практически стопроцентное попадание в изначальный проект в визуализацию это конечно заслуга не только наша в первую очередь наших замечательных заказчиков здесь у нас был изначально балкон который был нами утеплен и помимо этого здесь разумеется были установлены теплые окна окна изначально были смонтированы не нами а до того как мы взялись за этот проект и наша рекомендация всем заказчикам окошки ставьте после того как уже заходят ваши строители во-первых тем самым они будут в лучшей целости и сохранности то есть лучше их ставить после штукатуривания может быть даже после штрабления уже штукатурки под электрику и помимо этого качество монтажа будет лучше потому что вот здесь например нам пришлось перемонтировать за мастерами эти окна после того как мы штукатурили наши стены возвели перегородки разумеется у нас окна которые были установлены изначально они с нашими осями не совпадали то есть они были развернуты поэтому был произведен полный перемонтаж всех окошек сделана качественная пароизоляция и также были установлены детские замки очень важно если у вас есть маленькие детки лучше их ставить они стоят достаточно недорого но это может послужить хорошую службу потому что детки все-таки могут залезть на подоконник вылезти из окна и в общем лучше ставить детские замки так давайте смотреть что у нас здесь здесь у нас располагается такая стена акцент на это не просто стенка это стенка покрашенная грифельной краской грифельная краска текурила она бывает насколько я знаю трех основных оттенков это темно зеленый темно-синий вот такой черный в данном случае это черный также хочу вам рассказать еще про утепление балкона что здесь еще было сделано очень важно еще также утеплить было пол то есть вот до этого участка мы утепляли пол экструдированным пенополистиролом 30 миллиметров пеноплекс после этого была залита армированная стяжка и после этого уже укладывалась плитка и безусловно перед ее укладкой мы уложили теплый пол при этом удалось выйти в один горизонт с другим напольным покрытием здесь у нас идет фанера плюс инженерная доска и вот этот стык гексагонов с инженерной доской видите как аккуратно выполнен мы обработали герметиком под цвет дерева такого коричневого цвета получилось здорово и классно и финальный аккорд в этом обзоре хочу обратить внимание на вот эти вот светильники изначально в проекте спецификации по осветительным приборам они не значились и не было понимания как они запитываются но в проекте по электрике в дизайн проекте по электрике значились выводы на эти светильники у нас их два здесь вот звездочка и такая ракета в общем когда уже эти светильники были куплены на этапе чистового монтажа выяснилось что они запитываются от батареек то есть прямого подключения у них нет не предусмотрено поэтому нам пришлось заморозить эти выводы поэтому уважаемые дизайнеры и заказчики лучше все закладывать и узнавать на берегу для того чтобы сэкономить ваши деньги время и нервы надеюсь обзор вам понравился с вами был алексей строительное бюро планка если вы хотите посмотреть этот проект более детально переходите по ссылке в описании на наш сайт это проект борисовский бай планка вы также можете его найти у нас в инстаграме по хэштегу посмотреть как он делался смотреть этапы реализации подписывайтесь на наш канал жмите лайки жмите на колокольчик пишите комментарии и всем хороших ремонтов всем планка пока что